Здравствуйте! В студии программы «Наблюдатель» Фёкла Толстая. И сегодня в нашей студии речь пойдёт об историческом облике столицы, об охране памятников и подобного рода вещах, которые меня, например, очень волнуют как жителя столицы. Мне хотелось бы заранее предупредить, что сегодня «Наблюдатель» не будет отстранённым, трезвым, таким сторонним. А сегодня «Наблюдатель» будет эмоциональным. И, ну не знаю, не буду забегать вперёд, не буду расставлять оценки программе, которая только начинается. Но просто происходящее с историческим наследием столицы не может не вызывать беспокойства. Эта тема очень нервная, очень больная. Во всяком случае, для москвичей, а я, например, родилась в Москве. Дело в том, что движение «Архнадзор» – очень серьёзное и мощное движение по защите московского архитектурного наследия – выпускает три книги. Белую, красную и чёрную книгу. Белая книга, которая содержит памятники, находящиеся в приличном состоянии, за которые не стоит беспокоиться. Красная, которую нужно немедленно спасать, и чёрная – это книга утрат. Эта чёрная книга утрат постоянно пополняется. И как бы нам ни говорили, что при нынешнем новых городских властях ситуация в этом отношении кардинально изменилась, или мы надеялись, что она поменяется. Но достаточно вспомнить совсем недавние утраты. Например, снесённую школу, где учились у Александра Космодемьянских, которая имела статус памятника. Прекрасная новость пришла в день города, когда 5 сентября был снесён в Лефортово госпиталь времён Первой мировой войны. И сейчас все с беспокойством смотрят на мощнейшие леса, выстроенные на углу Варварки, за которыми скрывается последний в районе зарядья дом до революционной постройки. Вот над ним тоже нависла такая угроза. С удовольствием представляю вам Александра Артёмовича Добашьян. Здравствуйте, Александр Артёмович. Художник, кинодраматург, режиссёр, актёр. Но сегодня для нас прежде всего москвич, житель столицы, человек, который смотрит профессиональными глазами. И просто глазами жителей, и профессиональными глазами. Потому что если, например, подумать, как вот в этом городе теперь можно ли попытаться, например, снять кино, которое будет про старую Москву, уже, наверное, это большой вопрос. Нереально. Уже даже 50-е годы в Минске снимают. В Минске? Понятно. Но дело не в том, что надо обязательно снимать кино, хотя это тоже приятно. А дело в том, что это просто показатель того, что происходит со столицей. Андрей Николаевич Балдин. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Убиватели общественного движения «Архнадзор», которые я сегодня уже упоминала, и журнала «Московское наследие». Раз уж мы так начали, я хочу задать вам вопрос. Что сейчас, осенью 2015 года, вам кажется самым больным, важным, вызывающим беспокойство, что лично вызывает ваши какие-то опасения, огорчения? А может быть, я надеюсь, что мы сегодня ещё успеем сказать о чём-то хорошем? Должна же быть и такая. Тогда давайте начнём с Рустама. Я только попрошу Рустама не говорить сразу всё, что вас беспокоит, потому что это большой список. Действительно, длинный список. И чёрную книгу мы обновили. Белая, которую вы упомянули, она больше в замысле. Её трудно систематизировать, просто потому что не до неё считать победы. А чёрную книгу мы обновили в этом году. Это электронные книги. Болит многое. И адрес в заряде, который вы упомянули, это один из ближайших, очень тревожит угроза, зрители не поверят, сноса нынешнего здания Государственной Думы в охотном ряду в случае переезда парламент. Об этом тоже можно поговорить отдельно. Парламент куда приезжает нас, я забыла? На мокрый лук, в Нижней Мнёвнике. И, конечно, у меня болит Боровицкая площадь. Речь идёт об известном монументе. Но дело не в монументе Владимиру, а в том, что многоэтажное сооружение перечёркивает основные ракурсы Дома Пашкова. Абсолютная ценность проигрывает новому произведению. Вы хотите сказать, что Владимир, как он сейчас задумывается, может перекрыть перспективы и виды на Дом Пашкова? Осевые виды на Дом Пашкова от Боровицких ворот и Боровицкой башни, от ворот Александровского сада. То есть по тем осям, по которым и выстроен Дом Пашкова. И заметьте, что эти ракурсы инициаторы проекта не публикуют. Потому что они знают, что именно эти ракурсы являются критическими. И отстаивать относительную ценность нового произведения с той силой, с которой она отстаивается, в то время как городозащитники отстаивают абсолютную ценность Дома Пашкова, безусловную, аксиоматическую. Вот это очень странная ситуация. Понятно. Но опять же, памятники, немножко другой разговор. Андрей Николаевич, что для вас является и как архитектора профессионального, и как писателя, и как жителя Москвы сейчас такими болевыми точками? Мне, честно говоря, я обучен немножко по-другому. Меня печалит не только осенью этого года, а вообще как система. Разрушается невидимый каркас Москвы. Это можно назвать средой. Это можно назвать планировочной конструкцией. Это очень важная вещь. Потому что плоть Москвы всегда была подвижна. Всегда болело что-то. Всегда что-то сносилось и появлялось. Но вот у неё есть чертёж. Его можно назвать римским чертёжом. Если принять эту терминологию. Можно назвать толстовским, кстати говоря, чертёжом. Потому что Лев Толстой очень внимательно следил за Москвой и чертил её. И вот эти чертёжи сейчас... И в Войне и мире, например, очень точно все адреса, просто чуть ли не весь нынешний центр опорта. Это вообще гигантский сакральный план Москвы. Я в этом разбираюсь много лет. Это интереснейшая тема. Но сейчас это болезненная тема. Потому что этот чертёж, эти винтики и шпунтики, вот эти невидимые, они исчезают. И начинается оседание такое, исчезновение чертежа. Мне, как планировщика, эта потеря, невидимая потеря важнее. Отчасти, ну, в каком-то смысле, важнее, чем потери визуальные, реальные. Я всё-таки не очень понимаю. Вот это моя беда. И наша беда планировщикам. Потому что мы говорим о невидимом. Да, но постарайтесь, пожалуйста, мне это объяснить. Потому что если представить себе, что вы смотрите на город, как бы, например, с высоты птичьего полёта, то я могу понять, если бы вы говорили, что генплан 35-го года, который перечёркивал какие-то существовавшие тогда линии, вот, не знаю, кости такие конструктивные, или там, не знаю, Новый Арбат, или там расширение планирующееся, планировавшееся, предположим, Ордынки, Кеманки и так далее. А сейчас-то что меняется? За что вам кажется опасным? Улицы-то не переиначивают? Улицы, во-первых, переиначивают немного, ну, трассировку не переиначивают, но вид их меняется. Меняется зонирование Москвы. Москва всегда жила определёнными участками, определёнными направлениями света. Это большой компас. Кстати, Толстовский, он с 8 лет следит за ним, потому что Ясная Поляна точно на меридиане Кремля находится. Они в детстве играли и выяснили по французскому атласу, что там несколько минут, не градусов, а минут Кремль, Ясная Поляна. Вот с этого момента правильность сторон света, правильность районов Москвы – это очень важно для таких людей. И вообще для Москвы как таковы. А сейчас это стало аморфом. Всё, что угодно, может появиться где угодно. Это проклятая, пресловутая точечная застройка, сколько о ней говорили. Это просто исчезновение силуэта, случайности. И всё превращается вместо мускулатуры, превращается в целлюлит. Извините за такие аптекарские, может быть, такие определения. Я как дама, беспокоящаяся об этих вещах, так немножко собралась, но ничего-ничего. Вот это вы, наверное, сразу выполнили. Александр Артёмович, как вы смотрите на происходящее в городе? Ну, наверное, общих точек много с предыдущими ораторами, как говорится. Потому что я помню, я тоже родился в Москве, и детство моё было это Нижняя Масловка. Дом этот уже снесли, потому что там Третье Кольцо как раз проходило, там, где он стоял, хотя был вполне ещё такой жизнеспособный. Но я родился действительно в другой Москве. Вот сейчас, когда с кем-нибудь из приехавших или из понаехавших, как выражаются, разговариваем об этом, и чего-то им рассказываю, вот пейзажи городские моего детства, уже этого действительно нет. Вот я помню вид, мы жили на пятом этаже, вид на ту сторону Масловки, вот там, где Башиловка, вот в том направлении, вот это были немощеные или плохо мощеные улицы, и стояли такие вот типичные мещанские дома двухэтажные, либо нижний этаж был кирпичный, второй деревянный, или целиком были деревянные двухэтажные такие самые бараки с колонками водоразборными, вообще с жизнью такой очень открытой. Вот. И это был вот этот вот, как сказать, образ этого района. Я не к тому, что это нужно было сохранять, не к тому, что нужно было заставлять этих людей там жить, как из колонки набирать воду, и снять отношения около дворовых сараев на топорах было и такое. Вот, действительно. Вот. Но, как сказать, образ не некий, образ вот этого района, также потом, что в школе я учился, это был огородный проезд, это вот Марина Роща, это мы переезжали в другое место, едущи в школу, совсем другое место был центр, там, допустим, Тверская, но Тверская параллельно ей, там, какая Тверская-Имская, это было тоже совершенно другое. Был такой замечательный карикатурист Стейнберг, который, в общем, в принципе, переворот сделал в этом карикатурном деле. И он посетил Москву, и очень интересно, у меня такие ехидные наблюдательные были картинки, такие наблюденные. Во-первых, зимой он был, огромное количество милиционеров везде, страшные такие он их рисовал, таких в валенках, дикое количество канализационных люков, весь город у него был в люках. Ничего не изменилось, ни милиционеры, ни люки. И еще очень смешная у него была Тверская, такой, значит, стоял фасад, как театральный, такой этажей шесть, очень красивый. Но во сколько-то три четверти, то было видно, что он совершенно плоский, а за ним стоит какая-то хибарка, от нее тянется труба, и, значит, дымится наверху этого дома. Вот, так или иначе, я не говорю, что это нужно было бережно сохранить, но был какой-то образ у этих разных частей города. Они действительно, каждая имела свой образ. Их не надо было сохранять в первозданном виде, конечно же. Но если кого-то из строивших там были бы какие-нибудь, ну, как сказать, превалирующие интересы во всем этом, то, наверное, нужно было понимать, ну, вот я согласен с вами, что в заряде нельзя строить того, что можно строить в центре. А из каких-то вот впечатлений осени этого года, как вам нравятся, как раз упомянутые здесь уже отреставрированные улицы? Опять же, они... Месницкая, Российка. Если завязанными глазами привезти туда человека, поставить и развязать ему глаза, то, может быть, если он просто часто там бывал, он узнает, где он сейчас находится. А в принципе, они тоже самые построены по одному... Даже не всегда можно понять, в какой стране это происходит. Ну, может, только по вывескам. Хотя и вывески, в общем, тоже там изредка русские попадаются. Ну, можно считать, что это Болгария, к примеру. Вот это как какое-то вот... Нечто такое усреднённое. И мне странно будет представить себе, что там, не знаю, через 200-300 лет это, значит, кто-то будет бережно сберегать, как память. Ну, может быть, просто как курьёзные воспоминания о Москве этого времени. Но вот действительно становится какой-то совершенно космополитический, размытый, безликий, ну, такой среднестатистический, может быть, значит, да, чем-то похожий на Европу город. Знаете, мы очень много времени... Не мы здесь за столом, а мы в последнее время уделяем этим пешеходным улицам. Во-первых, среди них не так много полностью пешеходных. Кузнецкий мост, Пушечная, Никольска, несколько переулков. Речь идёт о новом соотношении пешеходной и проезжей частей. Это в каком-то смысле борьба строконечников с тупоконечниками, и уже тупоконечники переходят в контрнаступление, потому что парковочные места в этих широких эспланадах заново выгрызаются. Это такая борьба, где, может быть, и нет объективной правды в полной мере. Автомобилисты в проигрыше сейчас, да? Нет, правильности. Если говорить о реставрации, вы упомянули это слово, ведь эти фасады не реставрируются. Они ремонтируются, и здесь рулит ЖКХ. Департамент культурного наследия ворчит в сторонке. Это делается с другой скоростью. Это делается вне реставрационных технологий. Это делается без возможности провести археологическое исследование, когда где-нибудь на Покровке находят остатки уникальной церкви Успения, снесённой в 1936 году. Или находят остатки какой-то мостовой. Вот здесь, прямо перед телеканалом «Культура», вот прямо здесь, вот снесли, расширяя тротуар, снесли, непонятно для кого, потому что, вот я езжу иногда на велосипеде, совершенно мне неудобны эти дорожки, и я ими не пользуюсь. Но неважно. Так вот, они и тут же под асфальтом лежал совершенно замечательный слой мощёной улицы, который, наверное, пролежал там лет 70. Потому что, по крайней мере, асфальт лежит здесь сколько? Наверное, до войны уже ещё положили. И всё это было просто, все эти камни, просто снесены, выкинуты, куда-то заброшены таджиками в музей. Это работа на скорость, а реставрация – это наука, как и фундаментальная наука. Всегда фундаментальный учёный говорит, у меня не будет завтрашнего результата, ждите. Реставрация в этом смысле не другое что-то. Вот простой пример, Хитровская площадь, может быть, и с этой темы можно будет уйти. Хитровская площадь – это наша победа. Она была должна быть застроена восьмиэтажным офисом. Пятно площади, не периметр, не какая-то сторона, а пятно площади. Этого не случилось. Победа в любом случае состоялась. Но режим благоустройства, который был здесь применён, это не реставрационный режим. У площади был Косогор, а сохранился подиум от снесённого техникума. На этом подиуме устроены какие-то современные клумбы, газоны и бордюры, а можно было создать реставрационное покрытие. Можно было увидеть на фотографиях старые фонари и не делать новые. Это реставрационный режим. Площадь тоже может быть восстановлена в реставрационном режиме. В результате произошло благоустройство имени жилищно-коммунального комплекса. Казалось бы, мелочь, но победа смазана. Мы, например, не стали её праздновать. И так, собственно, на всех этих, в кавычках, пешеходных улицах. Я хотела бы понять, вот всё-таки на таком, может быть, более абстрактном теоретическом уровне. Понятно, что Архнадзор и другие общественные организации, может быть, не только общественные, стоят на страже исторической застройки, исторических вещей. Город не может не развиваться. Так же, как говорил сейчас Александр Анатольевич, понятно, что мы не требуем, чтобы все из колонки сейчас таскали воду. Но вот где проходит граница, когда та или иная сила должны... Где комфортное было бы примирение? Вообще, видимо, это противостояние вечное. Всегда у кого есть деньги, хотят что-то новое развивать, защитники старых. Можно ли найти вот этот консенсус? Найден ли он в других городах? Можно ли представить себе идеальное соглашение? Как вы считаете, Андрей Николаевич? Ну, я немножко, может быть, еще раз скажу о своем печальном. Дело в том, что Москва не город. Можно найти верное соотношение, но в чем? Москва – это страна, в которой много городов. Вот то, что говорил Александр Артемович. Он говорил о своем городе. Несколько лет назад был конкурс на удвоение Москвы. Вы не помните? Нет. Не помните? Приросла вот такая вот новая Москва чудовищного размера и так далее. Нет, помню, конечно. Да, это мы все помним. Но это разве был конкурс? Это был конкурс. И я об этом говорю сердцем и печалью, и досадой, потому что мои друзья пригласили меня как раз на городостроительную часть в этом деле как-то поучаствовать. И мы выступили с идеей «Москва – 100 московских городов». Это другая система, в которой можно найти то, что вы говорите. Можно найти какой-то оптимальный баланс между новым, старым и так далее. Но это страна. И если мы проектируем страну, то тогда это одно отношение. Если это просто город, как гармошка, вот так растянутый во все стороны, увеличенный город, то тогда мы не найдем ничего. Он будет под давлением тех денег, которые вы сказали. Он будет одинаково, одинаково, одинаково так распространяться. Мы разности Москвы не видим. Это рабочая вещь. Можно проектировать Москву в 100 городами. И тогда какие-то вещи решатся. Хорошо. Но если вернуться к центру, например, к центру, который самый болезненный, вот как здесь найти вот это соотношение? Вопрос в действительности не так сложен, как кажется. Я бы сразу снял противопоставление сохранения и развития. Русский язык против. Развитие и сохранение не антонимы. Правда же? Противоположность сохранению разрушения, противоположность развитию, какая-нибудь стагнация, застой. Это положительные термины. Они по одну сторону. Это очень просто. Вот Арханадзор, например, возмещался с носом какой-то служебной постройки в Екатеринской больнице на Страстном Буре. И люди говорят, ну что там они прицепились к какой-то чуть ли не мертвецкой или что-то? Ну что она, мелочь такая? Ну разве это вот так важно? Вопрос в том, что называть развитием. Новое, как и в случае с монументом, с чего мы начали, нуждается в оправдании. Новое должно себя обосновать. Если это архитектурный проект, он себя защищает на специальных площадках, не правда ли? Если это проект инвесторский, девелоперский, любой строительный, он себя защищает. А старый город себя защищать не должен. Его сохранность, его защищенность аксиоматична. Поэтому как бы те или другие не относились к сооружениям на служебном дворе Екатерининской больницы, их неприкосновенность аксиоматична. А вот проект... Как это аксиоматично? Тогда бы не было всех этих списков, ваших черных списков. Проект чего-либо на этом месте. Это теорема, это то, что нуждается в доказательстве. Что должно было быть доказано на территории Екатерининской больницы? Что там, во дворе, вторым планом, даже не за колоннадой главного корпуса Екатерининской больницы, не за этими прекрасными 12 колоннами, а за подковой хозяйственного двора должен поместиться дом Московской городской думы, напоминающий Кремлевский дворец съездов. Вот что должно быть обосновано. А не то, можно или нельзя снести строение Екатерининской больницы, не являющееся памятниками. Мы получили парламентское здание в глубине бывшей Екатерининской больницы и почему-то обсуждаем не это, а статус домиков, которые под это были уничтожены. Уверяю вас, некоторый охранный статус там был, и он был попран. Развитие нуждается в обосновании. Больше того, любой частный инвесторский проект... Вопрос не в том, что снести, а вопрос, что на этом месте появится. А что это будет лучше? А частный инвесторский проект не сразу называется развитием. Ещё надо доказать, что это развитие. Чей здесь интерес, кроме того, кто это делает? Должен быть доказан наш общий интерес в строительстве того или другого объекта во всяком случае в центре города. Да, это очень логично. Вы знаете, что я хотела спросить? Вот, прежде всего, Александр Артёмович. Вот, говорят, что не все люди, так скажем, понимают... Мне кажется, что, собравшись за этим столом, понимают, что не нужно это говорить. Вот, ценность подлинных вещей. Вот, есть несколько замечательных примеров, то есть отвратительных, конечно. Например, военторг. Вот, говорят, что тогдашние городские власти не видели ничего страшного в том, что произошло. Почему люди не ощущают того, что снести и построить точно такое же новое – это не тождественно старому? Или это может быть только история, которая понятна архитекторам, художникам? Может быть, это непонятно? И не нужно это основной части жителей? Ну, отчасти да. Я думаю, что действительно огромное количество народу, которое этого не замечает. Но, опять же, это следствие того, что, что сказать, эта среда, в которой они выросли, она, ну, вообще... Это немножко обобщение такое, что, понимаете, мы живём в стране с прерванной историей. И, соответственно, это та же история и города. Я, например, ну, по обстоятельствам так случился, что долго пребывал и работал во Франции, в Италии. И там мне, значит, весело рассказывали, что приезжающие, особенно из России, задавали вопрос, например, а это действующая церковь или нет? Непонятный вопрос. Вопрос, который был совершенно непонятен. Потому что у них история не прерывалась. Она строилась для того, чтобы она действовала, и она действует. Когда, значит, случится какой-то катаклизм капитальный или религиозного, там, не знаю, какого духовного свойства, тогда можно будет так ставить вопрос. А сейчас непонятно, почему там должен быть склад горючих смазочных материалов или техникум, или, не дай бог, колонии. Вот это... А тут у нас это совершенно нормально. И то же самое и с... с жилой средой. Все время отношение к этому было вот такое, вот до основания за тем. В конце концов, Париж тоже был весь перестроен бароном-усманом от и до. Но это было продиктовано там прагматичными соображениями. После парижской коммуны нужно было построить широкие магистрали, чтобы по ним могла конница быстро добраться, куда надо, во-первых. Во-вторых, чтобы нельзя было строить баррикады. То есть от средневекового Парижа ничего не осталось. Вот все эти самые авенюи, вот эта площадь звезды, отходящие от нее, вот эти вот огромные магистрали. И вот эта застройка, в общем-то, довольно безликая, в смысле одинаковости, эти вот османовские дома. При этом, что он еще делал, он еще перед тем, как что-то снести, это обязательно фотографировалось. Была огромная выставка вот этого средневекового Парижа фотографий. Он ничего общего не имеет с нынешним Парижем. А Париж остались крохотные кусочки старой средневековой части. Должны ли мы идти по этому пути в 21 веке? Нет, я говорю, какие-то вещи неизбежны. Какие-то вещи неизбежны, потому что транспортная ситуация меняется. Но невозможно жить на тех же улицах, по которым, значит, изредка проезжали там какие-то конные экипажи. А сейчас при таком количестве автомобилей это проблема не только в Москве. Это и в Риме драматичная ситуация. Покойное им настроение, архитектор по образованию смеха ради предлагал заасфальтировать Тибр для удобства автомобильного движения. А поскольку он мелкий, то там есть ниже откоса набережная, велосипедные, пешеходные справа. Да-да-да. На отмелях. Да. Местами это и есть, да. И поэтому и состав жителей менялся. И, естественно, это всё отражалось на лице города. Менялось функциональное назначение зданий. Эти коммуналки, которые появлялись вместо особняков. Перелицованные фасады церквей, которых тоже всячески... Мы старались замаскировать их бывшее назначение. Сносили купола, что-то пристраивали, надстраивали, то только чтобы его загримировать под нечто современное. Конструктивизм, который... Или фальшивый конструктивизм, который влезал туда. То есть это всё неотделимо от истории, к сожалению, к счастью, но это так. И плюс к тому, то, что происходит сегодня. Это тоже, в общем, исторический катаклизм, совершившийся, тоже на этом лице отражается. Понимаете, когда там строит человек с огромными деньгами, строит здание собственного банка и руководит процессом его жена, которая в четвёртом классе ходила на кружок Макраме, и поэтому убедила его, что у него абсолютно архитектурный вкус. И с его деньгами, за наличные делают чего угодно. Посмотрите, что творится на Новослободской, например. Таких чудес архитектурных себе представить не мог. Такой архитектурной фантазии. Я не думаю, что это фантазия архитекторов, которые долго страдали от невозможности выписывать всё это на бумагу. Видимо, это построить такое, чего ни у кого другого нет. Вот задача, которая ставилась перед этими строителями. И это всё проходило, и не было никого и ничего, что могло бы это остановить. Вот очень правильная идея вот этих сотней городов, очень правильная. И умная, и перспективная. Но опять же представить себе, что в одном из этих сотен городов не появится очень богатый человек, и не скажет, а что это такое у меня тут трёхэтажное что-то стоит. А там в центре построили 40 этажей, а я хочу 80. Да, действительно. Хотя я как раз за то, что эксперименты какие-то происходили, но хотя бы не в центре города. В действительности город расчерчен, разлинован на определённого рода квадраты. Это трёхцветная доска территории памятников, то есть сами памятники. Ну, например, усадьба – это не только дом, главный флигель и ворота, но и незастраиваемое пространство между ними, пространство в исторических межах. Территория памятника неприкосновенно здесь завершилась творчество, кроме творчества и реставрации. Второе пятно, вторая краска, вторая клетка – зона охраны, ограниченное архитектурное творчество, ограниченное градостроительное развитие. Чем оно ограничено? Требованием регенерации исторической среды, сохранения визуальных связей и физического сохранения соседних памятников. Вот это то, что защищает среду. К сожалению, среда у нас защищена не сама по себе, не своим законом, а поскольку она оказывается в тени памятников. И третьи клетки, условно совсем белые, где можно всё или почти всё. И это в действительности очень простые правила игры. А уже внутри этих клеток расписываются градостроительные регламенты. На каждый регламентный участок, на каждый кадастрый участок, в соответствии с общими требованиями законодательства должен быть написан градостроительный регламент, который исключает или разрешает то или другое. Есть это? И работает это? Это есть. А трудность в том, что это всегда в процессе. Например, несколько лет назад правительство Москвы, уже нынешнее, разрекламировало проект единого градостроительного регламента в пределах Бульварного кольца. Министерство культуры, а в пределах Бульварного кольца множество памятников общенационального значения, Министерство культуры отрицательно высказалось по поводу нескольких участков. Например, дом Балконского из наиболее известных и некоторые другие. Балконского, который не так давно, несколько лет назад, подвергся какой-то чудовищной реконструкции, как его называли, а просто где надстроены были этажи на памятнике XVIII века. На доме, к вопросу о Толстом, из «Войны и мира», то есть на одном из тех домов, который вошел в образ Москвы как мирового города через литературу. Александр Артемьевич уже знает эту историю, все подписывались в защиту этого дома. Я это привел как пример того пункта, к которому Министерство культуры отклонило этот градостроительный регламент. Это следующая тема, и может быть, очень важная сегодня. Потому что наш сегодняшний разговор отличается от разговоров, которые мы вели бы за этим столом в девятом или десятом годах при Лужкове. Тем, что Москва, на мой взгляд, вернулась под федеральный контроль, вернула себе в сущности свойства столицы, столичности. Что хорошо? У Лужкова не было денег на метро, у Лужкова не было денег на перекладку улиц таким образом. А Лужков был провинциальный губернатор, который управлял субъектом федерации, почему-то оказавшимся столицей. Вот у меня такое ощущение. Я это не раз говорил и готов повторять. Он строил Московское Сити для того, чтобы вынести туда органы московской власти и противопоставить их зрительно Ельцинскому Кремлю. Об этом многие забывают, но это так. А сейчас федеральная власть брондирует Москву через образ Сити, предварительно назвав его градостроительной ошибкой. Но повсюду в телевизионных заставках Москва – это Нью-Йорк. Москва – это океанский куст небоскребов, карандаши в стакане. А в действительности это был вызов Кремлю. Он был высотным, он был смысловым, хотя и пустым. И в панорамах речных, в панорамах Москвы-реки это и сейчас так. Это некая внешняя столица. Конечно, Нью-Йорк, нависающий над Кремлем. Это вообще образ 90-х годов, совершенно неактуальный. И это вопрос о том, как мыслит себя столица, современная столица России. Нельзя брондировать себя через нью-йоркский, сингапурский или гонконгский образ. Все же следует брондировать себя через Кремль. Нельзя в нынешней ситуации, в том числе геополитической, видя себя Римом, предположим, это то, о чем говорил Андрей Николаевич, выносить парламент с московского форума, каким является полукольцо центральных площадей, на мокрый луг, на антихолм, на пространство ниже воды в спальный район. Это антиримский жест. Сейчас парламент является соседом дворянского собрания, которое наши с вами современники знают как дом союзов с колонным залом. Это же протопарламент. Это аналог сенатской курии. Это квазипалата лордов в отсутствие парламентаризма. Соседство удивительно точное, как будто случайное, в действительности, если угодно, метафизическое. Почему нужно уносить парламент в спальный район? В Иерусалиме это сделано. Например, «Ну так Старый Иерусалим – проблемное и конфликтное место». Что же здесь заставляет? Оказывается, коммерческий размен с господином Гуцериевым. И старое здание Государственной Думы до сих пор не становится памятником. Собянин не принимает такое решение, потому что нет ясности, что хочет сделать с ним новый инвестор. Это фантастический сбой масштаба. Либо мы Рим, либо мы торгуем парламентским зданием. И то же самое касается и дома Балконского с его федеральным ресурсом, ресурсами его застройщика. И дома в Заряде, вот этого самого 14-го. В действительности, это три дома. Доходный дом «Персец», гостиница «Якорь» и третий дом во дворе. Инвестор здесь Дмитрий Шумков. Преодолеет ли он нас с вами на ресурсе? Гугл нам в помощь. Посмотрите, кто это. Андрей Николаевич, что вы думаете по поводу того, о чем сейчас говорил? Я полностью с ним солидарен, во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, когда вас слушал, я услышал опять это. Видимое и невидимое. Мы живем в то время, жадное какое-то, очень поспешное, когда ценится только видимое. Когда исчезает, исчезает вроде бы какая-то пристройка к больнице, она невидима. Ну, вынимается какой-то кирпичик из общего невидимого строения, которое и есть Москва, которое и есть Москва как Рим. Мы обращаемся к видимостям, потому что я не профессионал в этом вопросе. Нет, потому что я поэтому могу судить, да? Я не могу, может быть, сопоставить. Вот это, видимо, изменилось, это, видимо, изменилось. Опс, изменилась вся среда. Мой вопрос еще был, я тоже хотел попросить вас на него ответить. Насколько для москвичей важна подлинность? Подлинность неважна, видимого или невидимого, о котором вы так замечательно говорите. Насколько москвичей это ощущают? Вот еще один вопрос, который, мне кажется, часто русские задают за границей, возвращаясь к тому, действующий или не действующий. А что у вас тут так не отремонтировано все, не вокрашено? Вот что так в Венеции много всего обшарпанного? Вот что так в прекрасных тосканских городах? Ну как же вы? Вроде Европа, вроде должны были бы как прекрасно. А вот не новенького у вас. Нету, может быть, вообще этой потребности какого-то каких-то исторических памятников? Или нет? Ну это говорил великий строитель со своей философией про Венецию и со своим видением мира. И, к сожалению, они сейчас и распоряжаются пространством. Строители, даже не архитекторы. И уж агростроителей вообще нет в игре. Просто вот те, которые надо СУ-155 запустить в Венецию, там быстро все покрасят и будет все прекрасно. Вот это, к сожалению, инициатива у тех, кто оперирует видимостями. А люди это чувствуют. Подлинность у москвичей, ощущение подлинности и жажда подлинного, конечно, есть. Просто москвичи тихие люди на самом деле. И они страдают. Они собирают свои какие-то вот, какие-то свои, свой скарп и переезжают, переезжают далеко-далеко. Замкат. Замкат или совсем близко изнутри. И потом ездят каждое воскресенье, как на молитву, в то место, где они жили. Конечно, есть ощущение подлинности. Но к этим чувствам, тонким и сложным чувствам, нет никакого уважения. Понимаете? Вообще эти чувства не принимаются во внимание. Я думаю, что парламент долго на мокром лугу не проживет. Это просто бред и карикатура, о которой мы будем вспоминать. Вернее, не мы. Может быть, наши дети и так далее. И парламент вернется туда, где он и должен быть. У нас по Конституции власть у народа. Значит, она должна быть в центре. Это очевидно. Это еще интересная проблема. Возвращаясь к тому, о чем я уже говорил, если сейчас отрешиться, вам это трудно очень, наверное, сделать, я понимаю, от архитектурной части этой проблемы, а просто вспомнить, как менялся уклад жизни и сколько раз он менялся кардинально. В отличие от всех тех городов, столиц, которые мы в качестве примера и сейчас приводили, можем еще кучу их назвать. Это же, не знаю, лавилонского масштаба события. Вот эта смена эпох и смена уклада в жизни, которые были. 1871 год – всего ничего. Это, значит, отмена крепостного права. – 61-й. – 61-й, да. Потом паспортизация уже в Советской России – это 1970-е годы. То есть это фактическая отмена крепостного права. Фактическая. Потом, значит, вот эта частная собственность на жилье, которой не было. Все жилье было муниципальное. Моя квартира, она никогда была моей. Потом вдруг она стала, в какой-то момент она становится твоей. Значит, эти коммунальные квартиры, которые одним рощерком пера превратились, переселялись в эти Логутенковские. Значит, это образ существования менялся кардинально людей. Поэтому вот это вот дом, где выросло семейство, родной дом, родной район, даже этого нет. Родился там, потом жил там, потом переехали сюда, потом купили там, потом уехали туда. Вот это бесконечная миграция в связи с постоянной сменой образа жизни, сменой ориентиров в этой жизни. Вот если вот тот, это раньше же было немыслимо, чтобы человек с деньгами мог изменить твой образ жизни, то есть расселить ваш дом весь, разогнать и на этом месте построить себе особняк или банк, не знаю, что, вещь еще немыслимая еще 20 лет назад. Это себе представить было невозможно. Мы все время вспоминаем имена мэров, которые действительно очень многое там в этом меняли. Вот с чьей-то легкой руки делается то или иное. Мы называем одну фамилию, от которой зависит существование, не знаю, огромного исторического памятника. И вот этот конкретно существующий человек, этот Нейрон или не знаю там кто он, Тиберий, вот тогда от него зависит, снесено будет или нет. Вещь немыслимая еще 20 или 25 лет назад. Представить себе, вот стоя перед этим... Ну как, подождите, ну а сталинский план, это что, не от одного человека зависел? Нет, Гришины промыслов тоже, конечно, могли распределиться. Это же времен, как при Екатерине, когда Кремль хотели снести. Мне кажется, это очень русская черта. Вот это как раз в этом и последовательно, нет? Ну, может быть, ну как сказать, но все время я не испытываю большой нежности к Иосифу Виссарионовичу, но его градостроительные идеи, все-таки они были градостроительными, это не было на узком пространстве, не знаю, там... Частного инвестора. ...300 или 400 квадратных метров в центре Москвы, где то ли баню там построить, то ли какой-нибудь гигантский билдинг, то ли сквер. Ну, это гостиница в России. Понятно, да. Знаете, что хочу спросить вас там во всех? Вот сейчас такое ощущение, что наметилась ужасная новая тенденция. Как только возникает вопрос общественных обществ на то, что, а вот эта вещь, посмотрите, почему она не входит в список памятников, давайте-ка мы вот сейчас это внесем, подаются бумаги на то, чтобы сохранять это, предположим, здание конкретное, хопс, тут же его сносят. Просто вот не только уничтожение памятников, за которые тоже, по-моему, никому ничего не бывает. Какие-то абсолютно мелкие штрафы. Ну всё, очень просто. Нет сооружения, нет проблем. Перефразирую я там. Классика. Ну хорошо, а что делать? Это просто какое-то уже совсем иезуидство. Перед подачей каждой рекомендации... А к нам только в этом году вернулось право подавать рекомендации на охрану по закону без подачи экспертизы. Экспертиза стоит огромных денег, граждане не могут её заказывать. Внутренними постановлениями правительства Москвы при Лужкове, не отменёнными до этого года, у нас мы были лишены такой возможности – подавать заявку на охрану без приложения, заказанной специалисту, научной экспертизы за деньги огромные. Теперь такое право есть. И вы говорите, сейчас просто для уточнения, вы говорите, вам вернули, то есть не вам конкретно, а вообще общественным организациям вернули, обществу. Мы работали и физическим лицам, и юридическим. Мы работали над поправками к федеральному законодательству с тем, чтобы яснее прописать эту норму, не позволяющую субъектам федерации толковать это по-своему. И на них сверху упали, наконец, эти поправки. Так вот, когда мы... Это мы запишем в пункт «хороший» в этом году. Хотя поправки эти блокировались 3-4 года в Госдуме. Но вдруг прошли. И когда мы подаём рекомендацию на охрану, мы каждый раз думаем, подавать ли её с публичным сопровождением или без. На какой стадии находятся дела? Что сделает инвестор в выходной день? Даже если подать это не публично, надо быть уверенным, что чиновник, который получает эту информацию, не находится в разговоре с этим инвестором. В действительности рекомендации на охрану, выявление памятников – это огромная проблема. Вот я вам описал Москву как трёхцветную доску, где всё, казалось бы, просто. В действительности всё на порядок сложнее. И вот почему. Это динамическая, а не статическая ситуация. Как только вот на этой белой, казалось бы, клетке возникает что-то, что становится памятником, клетка должна быть перекрашена. Не правда ли? Как только в зоне охраны, не имеющей своего памятника, возникает здание, которое претендует на охранный статус, клетка меняет цвет. Значит, в действительности эта трёхцветная доска ещё и динамическая. И главная проблема, прежде всего для государственных органов, потому что общественность не может с этим без государства справиться. Для органов охраны наследия и для архитектурных органов, для мэрии в целом. Главная проблема – удерживать эту ситуацию не в статике, а в динамике. Приходит инвестор и говорит, что на этом кадастровом участке. И можно сделать моментальный фотографический снимок правовой базы и сказать, ничего. А можно забраться в архив и сказать, у нас лежит заявка на охрану, вот она в картотеке с такого-то года. Она не пришла в движение, но если она придёт в движении, возникнет конфликт. Это ручное управление. Это совсем другое отношение к делу. Закон, по которым я сейчас упомянул, в принципе предполагает, что охрана наследия – процесс непрерывного выявления научного ценности тех или иных зданий. Ну да, но это мешает, может быть, я не буду употреблять слово «развитие», вы не хотите, чтобы я это противопоставляла. Это мешает инвесторам. И это в каком-то смысле, вот мы все за прозрачные, ясные правила игры. Я пришёл, я спросил, белая клеточка, какие теперь проблемы, ребята? В чём дело? Почему я не имею права? Вы знаете, что я хочу, поскольку мы всё-таки хотели выйти за пределом КАТ или Садового или Бульварного кольца, мне хочется такой довольно грустный, но всё-таки показать вам сюжет с участием Александра Артёмовича. И давайте перенесёмся в усадьбу Пущино на Оке, где снимался всеми вами, я уверена, любимый, замечательный, блестящий, потрясающий фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». И Александр Артёмович прошёл с нашей съёмочной группой по местам съёмок. Съёмки были в 76-м, если я не ошибаюсь, а через 30 лет, в 2006-м, вы прошли по этой усадьбе, а потом ещё вы увидите, что с ней сейчас. Вот всё это в первозданном виде можно было снимать, крутиться на 360 градусов, никаких следов цивилизации. совершенно спокойно, может быть, 18-й, 17-й, какой угодно век снимать. Субтитры создавал DimaTorzok Вот туда проходил Ромашин, прикуривал лампой, которая вот здесь вот стояла. А потом он там в глубине сидел, там такая была жёлтая комната, она была вся жёлтым затянута, маленькая, вот за этой арочкой. И оттуда он произносил эту сакраментальную фразу, что должно быть сейчас, наверное, где-то в Африке. Сидит человек и думает, вот сейчас сяду в пирогу и поеду за бананами. Кому, у кого эта карта, судьба, 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 судьба. Сынство свиньёй объект вокруг дома! Ну, состояние катастрофическое там всё уже практически безнадёжное. Вот вы знаете, у меня, к сожалению, наше время уже подходит к концу, но у меня такой вопрос. Вот когда смотришь, например, на усадьбы русские, вот мы с… Рустам этим занимается довольно серьёзно, я тоже какое-то недавно имела к этому отношение, то ты видишь фактически, что утраты очень многие происходили не во время советской власти, когда вся эта усадебная жизнь была, вообще, так сказать, хотели стереть её из лица земли. Я не говорю о том, что было разрушено в 18-19-20-м годах, а вот уже потом, в течение советской власти. А что эти утраты касаются? 90-х годов и 2000-х больше всего. Вот вопрос мой довольно такой общий. Вот для сохранения исторических памятников неужели более полезно какое-то жёсткое, довольно тоталитарное общество, и пользы будет больше, чем сейчас, когда мы живём в времена, где как-то вот мы надеемся, что общественность вообще может что-то сделать? Или это неправомерный вопрос? Поспешно немного, по-моему. У меня есть знакомый священник, он мне говорит, куда ты торопишься? 20 лет всего прошло, а мы должны 40 лет выходить из этого состояния. Да можно не торопиться, тут вообще ничего не останется. Это время жадности. 20 лет – это пик жадности, согласно Библии, согласно Исходу. Вот пошёл народ на свободу, и на полдороге через 20 лет заболелась жадность. Это я пересказываю речь моего богослову знакомого. Это дорожное состояние. Мы живём в момент пика, в горячку жадности, в самую горячку, когда вот эти невидимые вещи, о которых мы сейчас говорили, они вообще не принимают своего внимания. Мне кажется, что какой-то… Ну, я архитектор, а они оптимисты. Мне кажется, что самый пик мы прошли. Года два назад примерно. Десятый, двенадцатый год. А константы есть у нас. Мы, конечно, живём в стране, где десять раз поменялся уклад. Абсолютно с вами согласен. Но вот когда мне рассказывают про мою бабушку, которая была крестьянкой, и в конце жизни она читала две книги. У неё очки были в ширину, и вот так вот одинаковые, две сферы. Она читала «Псалтырь» до Петровски ещё. И «Войну, и мир» Толстого. Возвращаемся к этой теме. Да. Чехов, Константа. Вот сейчас показали куски этой несчастной усадьбы. Всё прошло, но Чехов никуда не делся. Мне кажется, что понемногу-понемногу, год литературы, всё-таки что-то начинает вспоминать. Спасибо, что вы так архитектор и оптимист. Да-да-да. Александр Артёмович. Ну, я менее оптимистично настроен, потому что я считаю, опять же, возвращаясь к той же мысли, что, к сожалению, если вот, так сказать, отрешившись от болезненного к этому отношения, моего в том числе, изменение уклада жизни, конечно, будет всегда вступать в конфликт с сохранением того, что было естественным продолжением того уклада жизни, который был раньше. всё равно, как ни верти, ну, нужно доказывать, нужно объяснять естественность, то, что было естественно в 19-18 веке, и что становится, в общем, помехой для существования граждан, не озабоченных такого сорта проблем, и сегодня. здание, которое мешает, не знаю, уличному движению в Москве или в Таршке, в Тутаеве, не важно где, оно всё равно так или иначе обречено на погибель, потому что это, ну, иной уклад жизни, так или иначе, всё равно не мытьём-то катанем, но победит. Потому что в этом смысле, к сожалению, возвращаясь к вашей мысли, что при, как это ни звучит парадоксально, при тоталитаризме проще было с этим. Будет вот так, и всё, будете ездить вокруг. А когда можно за деньги решить, что не будем ездить вокруг, это вы будете ходить вокруг, а мы будем ездить здесь. И всё равно этот вот уклад, и капитализм, и не знаю, там что угодно, но знаете, вся фраза, которую я всё время везде тычу и повторяю, Диккенса, слава богу, не моя, придраться не к чему, что миссия Америки – опошлить Вселенную. Это сказал Диккенс. И вот самая главная пошлость – это то, что единицы измерения всего стали деньги, всего, успеха в искусстве, в спорте, в чём угодно, измеряется успехом. Вот он – самые дорогостоящие спортсмены мира, самые высокозарабатываемые артисты мира. – Самые дорогие художники. – Самые дорогие художники. Вот критерий, как картин. Давайте этого художника поднимем. Есть способы это делать. Вот, значит, всё, он стоит сок. – А давайте поднимем историческое наследие в этом же отношении. Может, это будет полезно. – Сложнее, сложнее. И хотя можно, наверное, пойти этим путём, но это всё сложнее делать. Поэтому, к сожалению, вот эта вот пошлая, это та же пошлость в отношении к собственной истории и не ощущение её как собственности. Вот когда нет ощущения, что эта история твоя, что она как-то так или иначе связана с тобой. Вот это вот, я думаю, эмоционально самое главное препятствие. – Спасибо, Александр Артёмович. – Я согласен, что судьба сельской усадьбы – это в особенности яркая иллюстрация изменения уклада, о котором говорит Александр Артёмович. Конечно же, те усадьбы, которые дошли до нашего времени, это те усадьбы, которые пережили пожары и погромы времён Гражданской войны и 20-х годов, когда уничтожались многочисленные музеи, размещенные в них в период НЭПовской такой оттепели. А в 90-е годы и в 2000-е случилось просто отложенное продолжение этого 18-го года. Из сохранившихся усадеб уехали воинские части, больницы, школы, санатории. Что было в Пущине на Оке? Я не помню. – Больницы. – Больницы. Да, пришёл МЧС и сказал, у вас тут ремонта 50 лет не было, выезжайте в новый корпус. И никакого нового общего решения пока нет, есть только частные. Но в этом некоторые отличия от Москвы и больших городов, где в действительности основа сходная. Обрыв цепочек наследования, исчезновение целых сословий, законный цепочек купли-продажи. У нас всего 2-3 дома, где люди живут хотя бы уплотнённые из дореволюционного времени. Например, потомки Телешова живут в доме Телешова с 1818 года. Скоро будем отмечать 200 лет. Это уникальная, почти единственная история. Уклад. Уклад действительно изменился. Если мы Рим, о чём мы время от времени здесь сегодня говорили, то мы должны быть аристократическим городом. Но понятно, что как аристократический город Москва рухнула в 17-м году. Мы, может быть, в Москве это не так чувствуем, поскольку аристократические дома, дома с гербами кем-то заняты. Да и то не всегда. Для меня символом дальнейшего запустения и какого-то странного переворота всего с ног на голову служит судьба палат Пожарского. Ни больше, ни меньше. Дмитрия Михайловича на Большой Лубянке, 14. 17-й век. Дом спасителя Отечества. Героя главного национального праздника. К 4 ноября... Парти, которому стоят на Красной площади. Да, к 4 ноября нам всё время обещают что-то нибудь торжественное. Я возвращаюсь к случаю с Боровицкой площадью и памятнику Владимиру. А вот здесь государство пошло в суд, чтобы выкупить этот дом из частной собственности, потому что частный собственник не мог этот дом поднять. И выиграв этот суд, не вносит сумму выкупа в строку федерального бюджета в течение нескольких лет. То есть бросило дело на половине дороги. И сейчас палаты Пожарского, это ещё и архитектурный шедевр, венчают список запустевших зданий Москвы. Это дворцовое здание невероятного качества и опять же адрес Войны и Мира, дом графа Ростопчина и место, где происходит сцена с самого суда над Верещагиным в Войне и Мире, при оставлении Москвы. Вот такие дома находятся в запустении. И уж если мы Рим, мы должны начинать с них, а не с создания новых объектов, ценность которых подлежит доказыванию. Спасибо большое. Наверное, нечего добавить. На сегодняшний день очень хотелось бы, чтобы мы ещё встретились в этой студии и поговорили об исторических памятниках Москвы. И, может быть, у нас было бы больше поводов для оптимизма, например, Палаты Пожарского уже бы приобрели какой-то новый статус, лучше, чем сегодня. Спасибо большое. Говорю я Александру Артёмовичу Адбашьяну, художнику, драматургу, режиссёру, актёру, москвичу. И автору таких и едких, и колких сегодня высказываний, замечательных, точных по поводу состояния нашей жизни. Андрею Николаевичу Балдину, архитектору-писателю, который всё-таки смог какой-то оптимизм наш разговор ввести. И Растаму Эвриковичу Рахматулину, писателю, москвоведу, культурологу, одному из основателей Архнадзора, которому мы все желаем сил, чтобы продолжать дело, которое вы делаете. Это была программа «Наблюдатель». Всего доброго.